Всем привет! Сегодня мы будем переделывать шуруповёрт с кадмиевых батарей, никель-кадмиевых, на литиевые аккумуляторы. Но давайте начнём не с этого, а с того, почему вот эти вот аккумуляторы, батареи у нас долго не работают. Никель-кадмиевые аккумуляторы, на самом деле, очень живучие, очень выносливые и работают в широченном диапазоне температур. Они отлично работают даже при минусовых температурах. Что не умеют делать литиевые батареи? Литиевые батареи, допустим, при нуле градусов, вообще не отдают ток. При плюс 10, у них ёмкость уже значительно снижается, при нуле всё, это они превращаются в обыкновенные балованки. Что-либо запитать они уже не в состоянии. Кадмиевые батареи работают и при минус 20 градусах могут работать. Отлично хранятся. Вот этот аккумулятор, ещё советский, куплен мной, я не помню, где-то в 89-м, что ли, году. Где-то так, в эти времена. И, в принципе, он рабочий. Этот аккумулятор ещё способен работать. Конечно, его нужно восстановить уже, но, тем не менее, он живой. Хотя, посчитайте сами, сколько прошло лет. Почему же у нас вот эти батареи с кадмиевыми аккумуляторами очень быстро выходят из строя? Не потому, что сами аккумуляторы там плохие, а потому, что они стоят у нас последовательно, подключение у них последовательно. Вот, допустим, в этой батарее, она на 18 вольт. Здесь 15 аккумуляторов. 15 аккумуляторов в никель-кадмиях по 1,2 вольта. И все они соединены последовательно. То есть, допустим, вот у нас один аккумулятор, он выходит на другой, второй, дальше пошёл на третий и так далее. И дальше у нас уже там 15, да? Вот это будет первый, второй, третий и 15 штук у нас выходит. Здесь у нас плюс, здесь минус. Естественно, эти аккумуляторы, даже если они будут с одной партии, одновременно изготовлены, они всё равно будут иметь разброс в своих параметрах. Они будут различные. И какой-то аккумулятор при таком соединении будет заряжаться быстрее, какой-то медленнее. Так же само будет разряжаться по-разному. В итоге получается, что один аккумулятор у нас разрядится полностью, а какой-то может даже и перезарядиться. И когда у нас вот эта батарея перестаёт работать, это не говорит о том, что все 15 аккумуляторов здесь сдохли. Это говорит о том, что сдох какой-нибудь один, ну может быть два аккумулятора, которые уже просто не отдают ток, а все остальные ещё нормальные. Конечно, если бы производители взяли и сделали вот сюда плату балансировки, как делают для лития, то вот такие вот батареи, они стали бы практически вечными. Но вот именно по этой самой причине, такие платы никогда не сделают и никогда не будут их вставлять. Потому что ни одному производителю при капитализме не надо, чтобы вот эта батарея работала вечно. Им надо, чтобы она работала очень недолго. Чтобы вы постоянно шли и покупали новые, новые и новые. А старое выкидывали на мусорку. Что же касается лития, то такие платы балансировки делают. А почему делают? Потому что если без этой платы заряжать последовательные батареи, то, как я уже сказал, они все равно по параметрам разные, даже если из одной партии. И может случиться элементарнейшая вещь. Какая-то банка перезарядится и просто-напросто взорвется и загорится. Такие случаи были. Поэтому производителю уже деваться некуда и они делают платы балансировки. Если вы пользуетесь такой батареей и чувствуете, что она начинает уже сдыхать, плохо работать, то можно ее, даже нужно, разобрать. И каждый аккумулятор по отдельности отбалансировать с зарядкой. То есть разрядить и зарядить до максимума, конечно, для этого нужна умная зарядка, которую умеет отслеживать. Отключаться автоматически, когда аккумулятор заряжен. Эту процедуру нужно делать поочередно с каждым аккумулятором. То есть в данном случае 15 раз это все делать. Желательно делать разряд и потом заряд. То есть снимать эффект памяти, который здесь есть. И таким образом мы все аккумуляторы выравниваем. И вот эта батарея начинает опять работать как новая. Во многих случаях даже лучше, чем новая. Я так уже делал вот с этой батареей. И она после этого действительно работала лучше, чем с магазина. И после этого проработала у меня больше года. Я уже показывал вам, я приобрел на Banggood вот такие аккумуляторы, которые способны выдать большой ток, хоть и фейковые. Это не настоящие аккумуляторы, это фейковые. Но тем не менее, все-таки большой ток на отдачу они дают. Также на Алиэкспрессе была куплена вот такая вот платка 5S на 5 банок. Которая у нас будет заряжать и одновременно балансировать. Ссылочки на эту плату, естественно, я оставлю под видео. Значит, смотрите. Мне понадобится, раз у нас тут 18 вольт, мне понадобится 5 таких аккумуляторов. Можно сделать следующим образом. Вот я нарисовал наши 5 аккумуляторов. Можно сделать без этой платки. Можно просто взять вот такой проводок 5S. Допустим, прицепить его, вывести отсюда. То есть, вы поняли, вот так вот его припаять к аккумуляторам. И подключать, заряжать АИМАКСом, если есть АИМАКС. Но даже если у вас есть АИМАКС, вот у меня он есть. Все равно это неудобно. Потому что нам нужно отсюда выводить провод. Мы уже не можем пользоваться родной зарядкой. То есть, ну это постоянно, если где-то мы работаем не дома, то даже если и дома, все равно это еще лишний АИМАКС, лишние провода. К АИМАКСу еще блок питания нужен. В общем, это не совсем удобно. И я от этой идеи отказался. Хотя я рассматривал ее. Поэтому я и прикупил вот эту плату. Но есть маленький нюанс. Вот эта плата рассчитана на 12 А. А шуруповерт у нас в пике может брать и 20, и 30, и даже 40 А. И поэтому вот эти платы, если мы подключим именно через нее двигатель шуруповерта, она может у нас выйти из строя. Кстати, в отзывах есть такой отзыв, что человек так и сделал, и она у него сгорела. Это не мудрено. Потому что 12 А для шуруповерта мало. Есть платы, которые там на 20 А, на 30 А. Но, во-первых, они сильно дороже. А во-вторых, они сильно больше. Можно, конечно, эту плату доработать. Взять, добавить сюда еще дополнительно полевики. Либо вместо этих поставить другие полевики, помощнее на радиаторах. Чтобы они охлаждались. Но, опять-таки, это ведет к удорожанию. И, может, даже и не сильному. Но вот сильное место, объем, он, конечно, радиаторы будут у нас занимать. Поэтому я буду делать совершенно по-другому. Для заряда я буду использовать именно эту плату. Которая будет подключаться вот так вот сюда. Чем она хороша? Здесь еще есть термодатчик. То есть, если вдруг по какой-то причине аккумуляторы начнут у нас перегреваться, перезаряжаться, от этого пойдет сильный нагрев, то вот эта плата отключит заряд по команде с термодатчиком. А чтобы она у нас не сгорела при работе шуруповерта, двигатель шуруповерта я не буду подключать через эту плату, а буду подключать напрямую к аккумуляторам. Да, в этом случае мы можем разрядить эти аккумуляторы ниже нормы. Но это тоже решается, решается несколькими путями. Ну, самый простой способ, можно взять какой-то маленький миниатюрный вольтметр, который стоит там очень дешево. Сейчас на Алиэкспрессе там 1-2 доллара. Можно и поставить сюда, и визуально наблюдать. Можно купить индикатор низкого разряда, который используют моделисты. Эти индикаторы дороже. Они могут подавать ещё и звуковые сигналы. И следят за каждой банкой по отдельности. В принципе, вот с такой платой заряда, что же вы поверьте, я не думаю, что надо следить за каждой банкой по отдельности. Поэтому, ну, вы сами выбирайте. Я предлагаю вам несколько вариантов, а вы смотрите, какой для вас самый оптимальный. Самый простой, это просто купить вольтметр, встроить его и визуально отслеживать напряжение батареи. Второй, это специальный. Специальная плата индикации, которую используют моделисты. Она дороже, но зато умеет пищать. Очень грубко. А третий вариант, можно собрать простейшую схему на двух буквально транзисторах, и настроить на напряжение, чтобы у нас при определенном напряжении, скажем, загорался светодиод, либо начинал пищать какой-то там зуммер, пищалочка, да, либо и то, и то. Но проще всего это сделать на микросхеме TL431. Даташит легко гуглится на эту микросхемку, но я прикреплю внизу еще схемы, здесь может быть тоже. Ну а вы уже смотрите, что для себя вы выберете, думайте сами. Откручиваем четыре самореза. Кстати, смотрите, здесь у нас три контакта. Вот эти два контакта, они обозначены плюс и минус, они используются для питания самого шуруповерта. Третий контакт у нас используется еще при заряде. В родной схеме через него идет датчик температуры. Там у нас типа маленькой терморелюшки стоит. Вот она, вон там. При нагревании этот контакт размыкается. Я в свое время в этом зарядном устройстве родную схему полностью отключил. она у нас не работает. Задействованы только вот эти контакты в качестве зарядной оплаты. Используется вот эта. Поэтому у меня вот этот минусовой контакт, он не задействован. А заряд идет только через вот эти. Это очень хорошо. Если вы будете повторять за мной, делайте именно точно так же. Видите, сколько их штук? 15 штук. Причем, вот здесь написано, я их тестировал уже, вот плохой. То есть из этих 15 штук, но вот этот еще был на подходе. То есть на самом деле, плохих аккумуляторов явно плохой один. И вот этот меньше, чем все остальные. Это вот то, о чем я говорил, что последовательное соединение аккумуляторов всегда плохо. Все, что нам нужно сделать, это вытащить их вот так, из коробочки. И освободить вот эти контакты. Делайте это аккуратно, потому что аккумуляторы у вас могут быть заряжены. И чтобы у нас ничего не коротнуло, так. Берем, откусываем. Раз. Ой, вот уже коротнул. И два. Все. Убираем в сторону. Вот эти аккумуляторы нам еще могут где-нибудь пригодиться. Видите, я вот когда тестировал, каждый подписывал, где какая емкость у аккумулятора. Видите, они все разные. Соответственно, при таком соединении они не могут работать долго. Вот. Этот термодатчик нам не понадобится, так как у нас на плате есть свой, который мы будем задействовать. Поэтому, ну, если хотите, можете его оставить в качестве дополнительной защиты от перегрева. В принципе, я, наверное, тоже так и сделаю. Знаете, лишняя защита никогда не помешает. То есть берем и вот эти контактные площадки оставляем. Они нам еще понадобятся. Вот этот был отличный, больше ампера. Вот такой вот у нас термодатчик. Термореле. При нагреве до какого-то градуса, не знаю, надо смотреть по номиналу, по даташиту, он просто разомкнется и ток через него идти уже не будет. Так. Вот эта штука нам и нужна. Что мы делаем сейчас? Во-первых, я отпаивал вот эту вот терморелюшку. Теперь, как паять литий? Заранее отрезаем нужные длины. Вот я взял проводочки. Проводочки я взял достаточно толстые. Это AVG-16 в силиконе. Чтобы они не плавились. Тут чем толще, тем лучше. Значит, вообще любые аккумуляторы, в том числе литиевые, надо, конечно, паять можно. Беспроблемно все паяется. Но делать это надо очень-очень осторожно. Иначе мы можем просто их испортить. Вот чтобы их не испортить, делаем следующее. Берем ножиком. Хорошенько зачищаем площадочку, куда мы будем паять. Берем хороший флюс. Желательно без отмывки. Amtetch. Я уже не помню какой. Если получится вам что-то тут разглядеть. Ну, какой-то НЦ, я напишу в описании. То есть NoClean флюс, не требующий смывки. Он у нас не кислотный, не проводящий, не только проводный. Он просто хороший качественный флюс. Тоже куплен, кстати, на Алиэкспрессе. Наносим флюс. Берем припой свинцовый. Можно взять, конечно, сплав Розе, либо сплав Вуда. Там температура пайки намного меньше. Порядка 90 градусов. И намного проще этим работать. У меня есть сплав Вуда. Но я почему-то всегда предпочитаю пользоваться обычным свинцовым припоем. И хорошим жалом одну-две секунды буквально. Вы видели. То есть я несколько раз делал, но паяльник убирал. В итоге у нас вот эта пластина она даже практически не нагрелась. Вот я пальцем уже ее трогаю. Видите? Она холодная. То есть прогревается очень хорошо. но припой схватывается. Все. То есть вот таким образом мы подготавливаем места будущей пайки. Очень хорошо шкрябаем. так прикладываем смотрим. Да. Наносим флюс. Не используйте кислотные флюсы. Либо только проводящие. Ни в коем случая. И вот так вот аккуратненько раз-раз-раз все. Припой нанесем. Паяльник должен быть хорошо разогретым. Потому что чтобы жало не успевало остывать. Возьмем на него еще припоя. потому что провод тут толстый. С тонким проводом все проще. С толстым немножко сложнее. Поэтому надо прогреть сначала проводок. Очень хорошо. Потом прислонить к батарее. Чуть-чуть прогреть и отпустить. Все. И пинцетом подержать. Можно даже вот так прислонить. чтобы тепло у нас ушло на пинцет. Так. Ну вот я уже палец держу. Нормально. Все. Смотрим. Все припаялось. Затек припой внутрь. Внутрь проволоки. То же самое здесь. нанесли. Прижали. Пинцетом прижали. Отпустили. Все. Вот таким способом мы припаяли. И у нас видите, я пальцами сразу же держу нормально. Ничего у нас не перегрелось. Ничего не случилось. Работать будет как новенькое. и так делаем. По кругу соединяем плюс с минусом. Теперь с этой стороны берем плюс минус. Только не сюда, а сюда, естественно. Вот. Смотря какой мы хотим. Вот этот плюс если мы оставляем, значит так и пошли. минус на плюс отсюда плюс идет на минус потом вот этот идет минус на плюс и отсюда пойдет сюда. И у нас получатся выводы крайние вот эти. В общем сейчас я все припаяю и мы продолжим. Так. Ну вот так вот получилось. Видите, да? Ну и посмотрим что у нас получилось по напряжению. Это у нас плюс это у нас минус. 27 вольт. Отлично. Теперь нужно расположить плату. Я думаю плату поместить прямо сверху. Так как она у меня не будет использоваться на работу мотора. То соответственно и греться она не будет. При заряде тоже я не планирую заряжать большими токами 500 миллиампер достаточно для меня. Ну максимум ампер. Поэтому тоже будет оставаться холодной. поэтому я придумал вот так поместить термодатчик с платы и плату помещу вот так. Вы можете по-другому расположить. В любом удобном месте можете поставить вот так сбоку. Места достаточно. Видите, да? Только не забывайте прокладывать какую-то прокладку чтобы у нас ничего не закоротило на батареи. можете сбоку вот так кстати тоже укрепить. Тоже место есть. Тоже вполне так получается good. Да? Да, good. Вполне так. Может я так и поставлю. Ну в общем как хотите. Хотите тут хотите тут если у вас вы планируете все-таки задействовать мотор шуруповерта через плату значит ее располагайте подальше от батарей где-то вот на таком расстоянии чтобы она охлаждалась не забывайте об этом так все-таки я решил сверху так поинтересней лично мне значит и друзья мои не забывайте что вот этот я использую специальный термостойкий скотч который не плавится и не горит он придуман специально для изоляции вот аккумуляторных батарей контактов то есть там где возможен нагрев ссылочка у меня есть видео про этот скотч я ссылочку на это видео оставлю внизу посмотрите вот ну и теперь припаиваем провода здесь у нас схему подключения вы видите сейчас то есть это у нас идет к минусу батареи дальше термодатчик и вот эти балансировочные тоже у нас идут соответственно минус а этот крайний плюс то есть минус и потом через одну через одну через одну через одну и вот это у нас идет на плюс и так вот что у меня получилось подпаял плату осталось только воткнуть разъемчик и все как и обещал терморелюшку я тоже поставил на всякий случай это у меня пойдет ток заряда заряд батареи поэтому тут толстые провода не нужны и вот AVG22 более чем достаточно вообще с головой все теперь осталось припаять вот этот разъемчик и собрать то есть сюда мы берем минус я возьму толстый провод потому что большие токи будут и плюс толстый провод это пойдет крайним контактом для работы двигателя да и на зарядку минус у меня будет вот такой потоньше он удобнее и толстый совершенно ни к чему здесь вот эти контакты у меня болтались и была вероятность того что они могут выскочить а так как сюда будет припаян аккумулятор да еще и напрямую то желательно залить термоклеем закрепить чтобы они не выскочились и не коротнули потому что оно коротнет будет плеха токи здесь большие вот этот маленький я тут тоже залил термоклеем чтобы он не выскочил и теперь осталось припаять провода и поместить эту штучку на место вот туда и тоже зафиксировать термоклеем изнутри для того чтобы оно не выскочило когда мы будем вставлять в дрель то есть припаяем провода утапливаем ее вот туда до конца и вот там заливаем термоклеем показывать я это уже не буду потому что на камеру я вам не покажу как когда паяльником тыкать не получится ну смысл вы поняли так ну в общем ребят вот что у меня получилось видите приходят провода толстые на крайний на двигатель и тоненький провод идет вот сюда на средний это для заряда но это именно у меня так так ну давайте посмотрим дрелька первое включение шпок работает емое кто бы сомневался так оно руку ого е не ребят я не остановлю где тут у меня ого больно рукой не остановить вот это моща так давайте посмотрим как заряд будет идти так вот у меня зарядное устройство я пока не собираю мало ли что так загорелось красненькая и заряд у нас пошел значит теперь напряжение заряда на оплату мы выставляем в районе 21,2 вольта можем поставить 21,5 напряжение полностью заряженного аккумулятора 21 вольт при котором он должен отключаться но чтобы долго не ждать под конец мы ставим немножко больше поставим 21,5 этого будет достаточно где-то так ток я поставил 0,5 ампера 520 миллиампер дело в том что если поставить больше значит вот здесь маленькая микросхемка находится давайте покажу вот так вот вам LM358 она начинает сильно греться поэтому я ограничил ток на 520 до 600 миллиампер она не греется выше начинает уже греться но мне 500 миллиампер вполне достаточно это проверено тем более что емкость этих аккумуляторов не такая большая 1,7 ампера получается общая емкость поэтому 500 миллиампер за глаза чем меньше ток тем дольше будут жить аккумуляторы все вставляем красненькая загорелась пошел заряд как только загорится зелененькая значит аккумулятор полностью заряжен как видите все работает осталось теперь только все это дело закрыть ну сделать чтобы не болталось там провожить эти аккумуляторы чтобы они не болтались и все и пользоваться легенький такой получилось легенькая баночка кстати вес получившегося аккумулятора у нас 376 грамм я думаю вам видно так 376 грамм полный вес готового аккумулятора очень легкий по сравнению с тем что было дрель стало намного лучше все всем пока на этом я с вами прощаюсь достаточен надеюсь это видео будет многим полезно а вы может быть еще спросите а как же индикатор заряда разряда вернее да индикатор разряда я сейчас не поставил я его поставлю в следующий раз и об этом будет другое видео потому что это и так получилось уже сильно затянутым ну а в общих чертах как это сделать я уже объясню всем пока до новых встреч пока пока